Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос, вопрос как бы в семье, да, проблемы в семье, проблемы в семье на фоне денег, пишет человек по имени Валентина, вот, и рассказывает о том, что познакомился с мужчиной, полгода они общались, уже тогда ее смущало, что он не работает нигде, у него нет нормальной работы, вот, но он ее, как бы, все время обнадеживал, значит, тем, что он, ну, найдет, как бы, работу нормальную, вот, в итоге это длилось какое-то время, после чего Валентина хотела от него уйти, но узнала, что беременна и решила, кстати, попробовать создать счастливую семью, вот, начали жить вместе, но, как бы, денег все равно не появилось, вот, Валентина, значит, находится в декрете, платит аппиотеку, а ее мужчина, значит, еще умудряется платить, брать у нее деньги, ну, просить деньги, у нее умудряется, вот, в итоге Валентина и срабатывал все свои запасы, и они, и они были вынуждены приехать к маме, вот, приехать к маме. Мужчина работает в такси, денег у него никогда нет, на фоне денег, на фоне отсутствия денег возникают ссоры и скандалы, плюс мужчина говорит, что не может найти себя еще, к тому же, а вот, он пробовал работать в агентстве недвижимости, но, как бы, там долго не продержался, потому что, казалось, деньги на деньги нужны сейчас, вот, и ушел опять работать так. Валентина говорит, что ее отношения похожи на отношения ее родителей, вот, и либо это родовой сценарий, либо она просто выбирает мужчину, который вел бы себя как отец, вот, и что делать, как сохранить, значит, семью, вот, как сохранить семью и жить в достатке, пишет Валентина, вот, или единственный способ, как бы, расставаться, ну, расстаться, да? Вот, ну, на самом деле, вы думаете, Валентина в верном направлении, это, действительно, родовой сценарий, и вы, действительно, как бы, повторяете сценарий, кого-то из ваших родителей, вот, либо мамы, либо папы, вот, я так думаю, что, скорее всего, мамы, вот, которые, как бы, достаточно много профлексируют, вот, то есть, что такое профлексы, да? Это когда мы делаем для других людей то, что, в общем и целом, хотели быть для себя, вот. И вы хотите достатка, но при этом вы обеспечиваете, как бы, своего молодого человека, ну, своего молодого человека, своего мужчины, вместо того, чтобы обеспечивать себя, вот. А плюс, ну, почему-то вы считаете, что рождение ребенка, да, и беременность, собственно, это, вообще, повод для того, чтобы создать семью, вот. Создавать семью из-за ребенка, это, мягко говоря, не из лучшей идеи, вот. Ребенок, как правило, появляется в семье, но ребенок не может выступать, как мотиватор, скажем так, как, как мотиватор для создания семьи. Ребенок, он немножечко другую, как мне кажется, функцию выполняет. И эта функция, она, как бы, не имеет никакого отношения к созданию, к созданию семьи. Вот. Семья – это такое, что-то, что-то общее между людьми. Если вам, молодым человеком, нравилось проводить время вместе, и у вас была хорошая интимная связь, это еще не значит, что вы можете создавать семью. Вот. То есть, вам, в целом, нужно выходить из роли матери для своего молодого человека, да? Вот. Отходить от этой позиции, отходить от позиции матери для него, чтобы дать ему возможность, дать ему возможность, ну, повзрослеть, да? Дать ему возможность вырасти, как личности, дать ему возможность развиваться, как лично. А иначе, собственно говоря, он так и будет себя искать всю жизнь. Зачем ему себя находить? Если у него есть «вы», КПРФ всегда даст денег. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что такое ощущение, что и семья, и мужчина имеет для вас значение, вот, что называется, защита. То есть, вы в мужчине ищите защиту, вы в семье ищите защиту, как следствие, наверное, того, что в своей собственной семье вы эту самую защиту, вот, как-то не получали, да? Получалось. Такой вот, получается, здесь аспект, на мой взгляд, на мой взгляд, да? Повторюсь, это вот. В данном случае это только мое мнение и не более того. И важно здесь что понимать? Что, ваша мама, вероятно, тоже ищет защиту. Но вы эту защиту, парадоксальным образом, все время отдаете. Другому человеку вы эту защиту все время пытаетесь купить. Если вы покупаете защиту, защиту, как будто бы. То есть, чего это значит, что вы покупаете защиту, да? Это значит, что вот встретился вам мужчина. И вы вместо того, чтобы, например, защищать себя, да? И показывать, как с вами можно, как с вами нельзя. Вы начинаете активно вливать в него ресурсы. Давать ему деньги, прощать его, что такое прощение, да? Вот, люди путают прощение и, в общем-то, нарушение границ. То есть, понимаете, если вас ударили, ну, грубо говоря, если вас ударили, да? Ну, это же нельзя терпеть, что вас ударили. Можно человека понять. Можно принять, что человек вот такой, что он может там позволить себе ударить вас, например. Ну, или там, что-то сделать. Но это же не значит, что вы должны позволять так с собой обращаться, да? Это не значит, что вы должны позволять так ему вести себя с вами. И как результат, в этом есть определенная дефиниция. Здесь то же самое. Вы прощаете человека, вы вроде бы его принимаете. Но принимать человека, это не значит позволять ему обращаться с собой так. Вот. И на уровне поведения вам необходимо научиться закольцовывать свою собственную потребность в защите на себе самой. Вот. На уровне поведения. На уровне проработки, как бы, глубины, да? Это вот выход из, действительно, сценарного поведения. Но это, как бы, вот здесь противоречие. То есть вы говорите, что это сценарное поведение. Либо я выбираю мужчину, который вел бы себя как отец. И в то же время вы говорите, как сохранить семью и жить в достатке. Ну как, психотерапия здесь нужна, Валентин. Вы же сами, по идее, понимаете, что вам нужна психотерапия. Вот. И только так можно научиться жить в достатке. Сохранить семью, это уже зависит от желания, там, другого человека, грубо говоря, меняться, да? То есть если человек хочет меняться, ну, соответственно, как бы, можно что-то сделать. Если человек не хочет меняться, ну, соответственно, сделать будет ничего нельзя. То есть если вы, например, там, немножко отстранитесь от мужчины, да, перестанете, там, помогать ему, давать ему деньги, перестанете быть для него родителем, вполне вероятно, что он уйдет, потому что не заказывал женщину, ну, женщину-женщину. Ему нужна женщина-мать, как вам сейчас нужен мужчина-ребенок. Вот. А если у него найдутся ресурсы для того, чтобы меняться и найти, и найти в этом определенном кризисе возможность роста, так же, как и вы, семью можно будет сохранить. Вот. Лучше, конечно, если это происходит, как бы, ну, вместе, да? Лучше, если это происходит, ну, как бы, в спарной работе, скажем так. Вот. Такая вот история. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Обращайтесь за помощью. Приятного аппетита. C' Motorтировочно. Всё. Ч « r worry. Всё. 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 Всё.